Обычный гараж на окраине Москвы, но за дверями все очень даже необычно. Здесь нет ни машины, ни автозапчастей. Арендует помещение этот 30-летний мужчина. Его задержали накануне. При себе у него был амфетамин. Признался, изготавливает наркотик сам. Лаборатория в гараже. А чтобы обыск проходил не скучно, добавил. Здесь все напичкано взрывчаткой. Где взрывчатка лежит? Или здесь, или здесь. Полицейские осматривают вещество. Дают понюхать служебной собаке. Ее не проведешь. Взрывчаткой здесь и не пахнет. Настроение у задержанного упало. Шутить больше не хотелось. И он стал показывать тыники с наркотиками. При обыске в гараже задержанного, расположенном в районе Царицыно, были обнаружены колбы, весы, прекурсоры для изготовления наркотических веществ. Все изъятое направлено на экспертизу. Сам подозреваемый заявляет, он осваивал практическую химию. И делал это исключительно в интересах страны. Это интерес к стратегическому продукту, который может быть нужен. В военном конфликте, например. Чем это поможет? Это поможет, если, например, еды не останется, и людям нужно будет вести успешно боевые действия. Но пока в армии наркотики на вооружение не приняты, все находки тянут на уголовную статью. По словам владельцев соседних боксов, задержанный уже два года арендует здесь гараж. Никто и не подозревал, что пока автолюбители колдует над машинами, этот мужчина колдует над зельем. В этом гараже молодой человек не только, как считает следствие, готовил наркотики, но и жил. И как может, обустраивал свой быт. Купил кровать и мультиварку, чтобы в перерывах между делом можно было и подкрепиться, и отдохнуть. Несмотря на то, что у следствия есть неопровержимые доказательства вины задержанного, мужчина стоит на своем. Родил за судьбу отечества. Я в своих мотивах преследую цель улучшения благосостояния страны. Ну и про свое благосостояние не забывал. Наркотики продавал. За это мужчине теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Марсель Нургатин, Константин Ярославцев, Петровка, 38.